Про новую стихию Стазис, которая была анонсирована разработчиками для осеннего дополнения за гранью света, известно невероятно мало. Всё, что есть сейчас в руках сообщества, это редкие кадры из трейлера, изображения со стрима и пара скриншотов. Конечно, разработчики сказали, что в течение лета ещё будут делиться с нами новой информацией о грядущем DLC, и наверняка о Стазисе тоже, однако надеяться на то, что перед нами выложат прям все карты и расскажут всё в мелочах наивно. Стазис, четвёртая стихия, новая, и это очень важный шаг для Дестини, ведь абсолютно новых сил не добавлялось со времён старта игры. Появлялись новые ветки, менялись типы суператак, но ключ энергии, с помощью которой стражи сражались с противниками, оставался неизменной формулой из трёх сил, солнечной, электрической и пустотной. Нам предстоит узнать природу Стазиса, как некой тёмной энергии, и как только станет больше какой-то информации, конкретной, я непримерно поделюсь ею с вами, а пока я решил обсудить с вами интересную, на мой взгляд, теорию, ну или наблюдение, на которое я наткнулся не так давно в сети. О нём я уже писал в группе ВКонтакте, возможно, кто-то из вас читал, теперь вот видео-версия для тех, кто пропустил текст, ну и с некоторыми дополнениями. Суть этой теории звучит примерно так. Эрис Морн, возможно, является первой обладательницей сил Стазиса, и получила она их уже пару сезонов назад. Да-да, Эрис и правда играет огромную роль в развитии сюжета Дестани, куда большую, чем члены авангарда, наверное, даже. Ещё со времён первой части, Эрис влияла на стратегические решения, которые принимал Совет для отражения атак Улья, Короля Орикса и Армии Одержимых. Эта Эрис вызвала нас в том году, после того, как обнаружила на Луне пирамиду. Она отправилась первой на Ио в этом сезоне, когда Тьма прибыла. Думаю, что все секреты Эрис нам не разгадать до самого финала серии Дестани, однако с каждым дополнением нам открывается что-то, что с ног на голову переворачивает наше представление о ней. Причём тут Стазис? На самом деле между ним и Эрис прямая связь, на это указывает много деталей. Да даже без всяких указаний, мы уже видели Стазис в Дестани 2. Не веришь? Я покажу, но сначала вот, например, взгляни на страницу с предзаказом дополнения за гранью света в Steam. На ней перечислены ключевые нововведения DLC и приводится краткое описание сюжетной завязки. Вот бонусы за предзаказ, вот абзац про Европу, а вот абзац про Силу, что позволит нам повелевать Тьмой. С прямым описанием того, как именно Стазис мы будем использовать против врагов. Титаны, Варлоки и Охотники используют Стазис по-разному. Одни замедляют движение врагов с помощью полей Стазиса, другие обволакивают противника тёмной силой, чтобы потом разбить его в дребезги. Как ты видишь, к каждому абзацу сопутствует какое-нибудь джиф изображение. Например, к описанию новой локации прикреплена гифка с Европой. А вот к абзацу с описанием Стазиса сопутствует изображение с фрагментом из трейлера с Эрис Морн. А ведь как мы уже знаем, способности Стазиса схожи по эффектам с некой морозной энергией. Так что глядя на кадры трейлера, на которых за Эрис следом лёд начинает оживать, напрашивается очевидный вывод. Кроме этого, взгляните вот на эти кадры сверху. Вокруг Эрис рисуется некий узор. Хм, где-то мы его уже видели. Да-да, на том самом скриншоте со стрима разработчиков, на котором они демонстрировали природу Стазиса, если можно так сказать. Под сноской номер один мы можем отчётливо разглядеть точно такой же паттерн Стазиса, напоминающий что-то среднее между паутиной и морозными узорами. Идентичный орнамент, который под ногами Эрис рисует оживший лёд. Так что если смотреть на все эти факторы, то сомнений возникать не должно, но появляется вопрос. Если мы знаем, что Стазис имеет тёмную природу происхождения, когда Эрис могла овладеть им? Ну, как я и говорил, нам уже показывали Стазис в Destiny 2, аж год назад. Вспоминаем синематик, который нам показали в финале сюжетного дополнения Обитель Теней. Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, кажется очевидно, что это не просто очередная байка, а вполне реальный факт. Эрис Морн, посетив пирамиду, которую мы нашли на Луне, обрела силы Стазиса. Она пока молчит об их присутствии, вероятно, ей требовалось время для того, чтобы научиться управлять ими, и наверняка мы будем одними из первых, кому она расскажет свой секрет. Или погодите-ка, возможно ли, что кто-то уже знает? Или даже так, а кто ещё может владеть Стазисом? Кто из персонажей игры, так же как Эрис, вечно балансирует на грани света и тьмы? Кто уже говорил нам о том, как использовал тёмные силы в своих целях? Кто ещё был в том трейлере к осеннему дополнению? Эй, надежда ещё есть, я горжусь тобой. Это были последние слова моего призрака. Последняя ложь в его жизни. На следующее утро он навсегда изменился, но теперь на нём была новая броня, усиленная деталями изнутра пятерых других призраков. Его глаз сгорел красным огнём, он уже не мог говорить. Синий контур никуда не делся, на случай, если понадобится. Но спасти нас должен был именно красный контур. Система была собрана кое-как и держалась на честном слове, но она могла излучать энергию так же, как и клетки. Теперь мы могли исследовать эту планету, эту ледяную ловушку. Мы заморозили каждое найденное нами существо и принесли на борт нового корабля, который я соорудил. Это была настоящая помойка, которую я с нежностью назвал «изгой». По пути домой я продолжал дополнять его новыми деталями. Призрак теперь мог черпать энергию из таких спектров света, о которых на земле ещё никто не слышал. Спектры за гранью света. Пойми меня правильно, я не глашатой тьмы. Вся эта штука была собрана на коленке, но для нас это стало возрождением. Банки Гамбита, частицы тьмы, изгой. Всё это было создано благодаря тому красному контуру. Думаю, именно тогда вы со мной познакомились. Наверное, мне пора возвращаться в Гамбит, и тебе тоже. Да, голос у меня не похож, но речь о Скитальце. Фрагмент, что я зачитал, это лор из описания повязки для Варлока «Повязка Гамбита Прайм». Скиталец рассказывал нам в этих историях, как он потерял свою команду на Ледяной планете, как его напарники теряли свет и погибали там, как он затем модифицировал своего призрака для того, чтобы выбраться из того места. Сразу оговорюсь, Ледяная планета, о которой говорил Скиталец, это не Европа. Та находилась за границей нашей Солнечной системы, так что это совпадение, что и там лёд, и там. Однако вот описанные им способности к заморозке существ, рассказ о том, как он преобразовал своего призрака для того, чтобы тот был способен применять энергию тьмы во благо их спасения, да и вот эти вот слова «Спектры за гранью света» – камон, настолько жирный намёк. Возможно, это просто больные фантазии и догадки, однако я лично кайфую от того, как теперь Банжи связывает все эти ниточки воедино, указывая нам, что уже очень давно в игре были закопаны такие вот намёки и, блин, прямое название дополнения. Безусловно, всё это порождает только больше вопросов, но зато теперь мы точно знаем, что Эрис и Скиталец тизерили нам дополнения за гранью света не случайно. Ну и кстати, если ты хочешь узнать об этих персонажах чуть больше, у меня на канале уже есть видео с историей Эрис Морн и историей Скитальца, думаю, тебе будет интересно узнать их поближе. Не забудь поставить лайк под этим видосом и оставайся на связи с Трипл Вайп, подпишись и жмякни колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok